Отказали в ипотеке? Что делать? Ипотеку одобрят не всем и не всегда. Но паниковать и бояться черного списка банков, что жилищный кредит больше не дадут, не стоит. Я советую разобраться в причинах отказа и проанализировать ситуацию и попробовать получить желаемое во второй раз. А подробнее дальше смотрите в моем видео. С вами традиционно буду я, юрист и эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Поехали! Первый шаг. Важно понять, почему вам отказали. Как правило, банки не раскрывают истинных мотивов невыдачи ипотеки. Однако есть ряд стандартных для этого причин. Первое. Кредитная история заемщика-поручителя. Просрочки или уклонения от платежей по кредитам. Судебное разбирательство по кредитным договорам приводит к испорченной кредитной истории. А следовательно и к увеличению вероятности отказа последующим заявкам. Второе. Недостаточность доходов заемщика. Банки анализируют, хватит ли месячного дохода заемщика на погашение ипотечного платежа и покрытие всех необходимых расходов на жизнь. И третье. Высокая финансовая нагрузка заемщика. Наличие у него действующих кредитов. Банк может посчитать, что заемщик не сможет исправно выплачивать все свои кредиты вместе с ипотекой. И четвертое. Недостоверность информации о заявке на ипотеку. В данной ситуации речь идет как про банальные ошибки в заполнении заявки, так и про намеренное искажение сокрытия каких-либо сведений. Во втором случае заемщик ждет стопроцентный отказ. Сотрудники банков проверяют данные досконально. Еще один момент. Часто случается так, что человек не соответствует требованиям именно этого конкретного банка. Гражданство, возраст, трудовой стаж, наличие регистрации. В этом случае стоит поискать программу с менее жесткими условиями. О них можно узнать на сайте самой организации. При этом проверять данный список рекомендуется перед подачей заявки, так как нередко его составляющая меняется. У крупнейших кредитных организаций с государственным участием довольно высокие требования. Учитывается только белая зарплата. Трудовой стаж на последнем месте работы не менее полугода. К тому же эти банки чрезвычайно тщательно проверяют вашу кредитную историю. А наличие ценного залога надежного поручителя могут игнорировать. Многие банки из второго, третьего десятка национального рейтинга могут предлагать программы ничуть не хуже, а требования у них будут ниже. К примеру, трудовой стаж трех и даже менее месяца. Кстати, если к покупке планируется квартира в новостройке, полбанков только условно ограничен теми, что аккредитовали проект. В случае, когда все банки, кредитующие покупателя этого ЖК, отказали, заемщик может в частном порядке обратиться в другой банк, где он получил предварительное одобрение по ипотеке. С просьбой рассмотреть выбранную им новостройку не часто, но все же это приводит к успеху. Что делать? При отказе в жилищном кредите в одном банке можно и нужно обращаться в другие, но делать это сразу не стоит. Кредитные организации увидят множественность обращений по кредиту и решат, что у вас финансовая проблема, а после трех отказов ваши заявки не будут рассматриваться в течение месяца или даже больше. Поэтому сначала разберитесь, в чем причина отказа, устраните помеху и только тогда отправляйте заявку во второй раз. Кредитная история. Начать можно с оценки своего персонального кредитного рейтинга ПКР. Такую возможность заемщикам бесплатно два раза в год предоставляют Национальное бюро кредитных историй. Получить ПКР можно на сайте бюро. Ссылку на него я оставил в описании под видео. Исправить же отрицательную кредитную историю можно. Если заемщик докажет банку, что теперь ответственно исполняет свои обязательства по погашению кредита, как вариант, можно попробовать взять потребительский кредит на небольшой срок и погасить его, не допуская просрочек платежей. Со временем положительные данные в кредитной истории перевесят негативные. Если задержки платежей были допущены по причине болезни или потере места работы, следует предоставить подтверждающие документы и разъяснить причины невыполнения своих обязательств. Кроме того, не стоит забывать, что все банки по-разному оценивают кредитную историю заемщиков. История, которую посчитали отрицательной в одном банке, может оказаться вполне приемлемой для другой кредитной организации. Важно помнить, при наличии просрочек по платежам более 6 месяцев кредитная история считается практически неисправимой. И в этом случае категорически нежелательно обращаться к компаниям, обещающим ее улучшить за некую сумму. Вероятно всего, это мошенники. Недостаточность доходов. Многие эксперты считают, что самый важный фактор при оценке платежеспособности заемщика – его уровень дохода. Банкам важно, чтобы платежи по кредиту не превышали половины от зарплатной человеком суммы. Тем не менее, если зарплата невелика, стоит указать другие источники поступления средств. Это могут быть доходы от вкладов, пенсии, сдачи квартиры в наем и так далее. Стоит внести в анкету и со-заемщика. Тогда банк будет рассчитывать и на него, а ответственность по договору будет одинаковой с со-заемщиком. Супруг им становится автоматически, если не заключен брачный договор. Учтите и то, что на уровень дохода при проверке клиента влияет наличие несовершеннолетних детей – иждивенцев. В среднем банк оценивает расходы на детей в размере 10-15 тысяч рублей. Высокая финансовая нагрузка. Совокупный объем платежей по уже оформленным кредитам не должен превышать сумму ежемесячного платежа по ипотеке. Вообще, одобряя кредит, банк руководствуется логикой, что на погашение всех кредитов заемщик не должен тратить более 40% своих финансовых поступлений. Если этот баланс не соблюдается, заемщику рекомендуется досрочно погасить имеющиеся у него на данный момент кредиты и только потом обращаться за ипотекой. Недостоверная информация в заявке. Чтобы избежать отказа, нужно быть предельно честным. Не нужно пытаться приукрасить свое финансовое положение. Любой подлог или намеренная неточность в документах, поданных на получение почечного кредита, раскроются. Почему еще могут отказать? Если уровень подтвержденного дохода, статус кредитной истории и другие данные заемщика в целом соответствуют требованиям ипотечной программы, но банк ответил отказом, стоит в первую очередь проверить свою финансовую благонадежность с помощью открытых ресурсов. Базы данных Федеральной службы судебных приставов ФССП, Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Безобидный штраф за нарушение ПДД может проскользнуть незамеченным для нарушителя. Спустя два месяца уйти к приставам и стать мелким, но неприятным пятном на репутации гражданина. А иногда случаются и вовсе курьезные ситуации. Долги не у заемщика, а у его полного тезки. ФИО совпадает полностью, да еще и дата рождения оказывается близкой. В результате банк принимает своего потенциального клиента за злостного неплательщика. Вероятность таких досадных совпадений нужно исключить перед повторным обращением в организацию. Еще одна причина отказа может скрываться в отсутствии кредитной истории. Даже то обстоятельство, что вы никогда не обращались в банк за предоставлением кредита, может дать негативный результат при одобрении потечного кредита. Ведь в этом случае банку сложнее сделать вывод о благонадежности заемщика. И, пожалуй, самая непредсказуемая отказная категория. Профессия из зоны риска. Для банка это не только профессии, непосредственно связанные с риском для жизни, такие как спасатель, альпинист, пожарный или полицейский, но и некоторые другие работы, где, например, присутствует непостоянный уровень заработка или итоговый доход зависит от премии и объема продаж. В разряд таких нежелательных попадают фрилансеры, индивидуальные предприниматели, риэлторы, брокеры, страховые агенты, турагенты. Хотя есть банки, которые все-таки кредитуют и таких заемщиков, но ставка для них, как правило, одобряется повышенной. Если банк отказал в оформлении ипотеки, не стоит отчаиваться и останавливаться на единственной попытке. Внимательно изучите свои документы и проанализируйте, нет ли факторов, которые могли повлиять на принятие отрицательного решения. Если такие обстоятельства есть, то по возможности устраните их и подайте заявку еще раз. Дорогие подписчики, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»